Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Суть заключается в том, что у человека страх темноты, страх спать одному, одной в данном случае. И человек говорит о том, что, в общем-то, когда с кем-то спит, то все хорошо, когда спит одна или находится одна, то слышит какие-то шаги, когда спит одна, снится что-то плохое, воображение рисует монстров-привидений. До 15 лет спала с родителями, пока они не развелись. Потом спала с мамой с сестренкой, а папа очень злился, что вы спите с родителями. Вот. Значит, что здесь хочется сказать, да? Ну, во-первых, наверное, начать с того, что страх темноты – это про неопределенность. То есть, что такое темнота? Это когда ничего не видно. Когда ничего не видно, человек должен отказаться от зрения, да, отказаться от осязания, по крайней мере, от большого количества восприятия своего, да, потому что органы зрения обеспечивают самый большой процент воспринятой информации об окружающем мире. Вот. И человек должен перейти, как бы, на другие органы чувств. Вот. Соответственно, для того, чтобы это сделать, нужно, во-первых, быть в контакте со своим внутренним миром, да, быть в гармонии со своим внутренним миром. Опираться на него, доверять ему, черпать из него ресурсы, энергию – это, с одной стороны. А с другой стороны, нужно не бежать от чего-то в себе, да? Вот. А у вас, получается, история, что вы себе не доверяете, да? То есть, вы чего-то боитесь, вы не знаете, как на что-то реагировать и так далее. Поэтому, в первую очередь, здесь нужно именно с этим работать, да? Второй момент. Это то, что вы спали с родителями до 15 лет, говорит о том, что вы не получили автономность. То есть, вообще-то, спать отдельно уже нужно в возрасте, там, 2-3 лет. И в этом смысле, как бы, родители, они должны сепарироваться немножко от вас. То есть, показать вам, что, вот, это мы, а это ты, ты спишь тут, мы спишь тут, всё, точка, да? В вашем случае этого не произошло. Вот, в вашем случае случилось так, что мама, как бы, потакала вам, вот, и, соответственно, почему-то хотела, чтобы вы спали вместе с ней. С учётом, ну, да, вместе с ней и папой. С учётом того, что вы описываете, что ваши родители развились, я полагаю, что у них были проблемы у ваших родителей. И, возможно, мама не хотела, ну, хотела, чтобы вы спали с ней и папой именно в контексте этих проблем. Вот. Сейчас это бегство. Это бегство. Поэтому вам автономию не дали. С одной стороны, вы не научились автономии. С другой стороны, та тревожность, то избегание, которое транслировалось вам, да, мамой. Теперь, теперь есть вас. То есть, мама ночью не хочет оставаться наедине с папой, вот, не знает, что делать. Ну, потом она, конечно, с ним развелась, но вот какое-то время она не знала, что с ним делать, что с этим делать. И использовала вас, как бы, как щит в данном случае, да. А, соответственно, вы теперь используете как щит своего парня. Вот, когда появится ребёнок, вы будете ребёнку использовать как щит. То есть, это проблематика личной границы у вас. И автономность. Ваша собственная автономность. Есть ещё две вещи, которые я хочу сказать. Может быть, даже три. Первая – это тревожность ваших родителей, которая предалась вам. То есть, ожидание какой-то угрозы и не знания, что с ней делают. Вторая – это, возможно, травмированность. Темнотой. Ну, то есть, может быть, вот у вас действительно с темнотой связаны какие-то неприятные дозоры в вашей жизни. И вы это не прожили в полной мере и в полной мере не получили обратную связь. И последний, третий момент касается того, что монстры, которых вы рисуете – это агрессия. Который вы в себе сдерживаете. Который вы в себе подавляете и который вы запрещаете быть. Это тоже очень важный момент, потому что если агрессия – это защита. Если агрессия в себе подавляете и запрещать себе её, ну, я имею в виду здоровую агрессию. Вот. Когда по отношению к вам совершаются что-то неприемлемое, вот. То, как бы, возникает как раз-таки вот это ощущение беспомощности. Поэтому и шаги, и монстр, и привидения, и прочее, и прочее – это проекция, то есть перенос вашей фантазии агрессии. Вы уходите от агрессии, от злости. На кого? Может быть на маму, может на папу. Например, папа на вас злился, да? Вот. И вы, соответственно, на этот момент не проговорились с ним. Допустим, вам обидно было, что он на вас злился, вам казалось, что он вас отвергал, например. Вот. А вы же никак это не проговорили, обиды и зло остались, но вы допрещаете себе, например, это чувствовать. Или не выражаете этого, не признаёте себе, что всё это есть. Ну, а маму тоже самое, может быть, что, ну, других людей в целом. То есть это просто агрессия и, соответственно, учиться конструктивно, экологично. Выражать эти чувства крайне необходимо для того, чтобы вам идти по жизни. Да? Дальше. Вот. Здесь может быть и страх ответственности. То есть, когда вы в темноте или спите, да, или остаётесь одна, вам нужно брать ответственность за свои решения. А это страшно. И поэтому вы можете психологически регрессировать до детского возраста. Потому что вам выгодно это. То есть, если вы боитесь, например, принимать какие-то решения, да, если вы боитесь ошибок, если вы болезненно реагируете, когда у вас что-то не получается, или слишком много требуете от себя. Ну, и это вот может быть как раз-таки той вот вторичной выгодой, которую вы получаете как раз в результате вот этих страхов. Потому что, ну, вы же, когда боитесь, да, вам нужен другой человек. Вы как бы говорите, я без помощи, да, я ничего не могу, помоги мне, да, как бы. Вот. И, соответственно, начинаете как бы опираться на кого-кого-то другого. Ну, и, наконец, последнее. А, поскольку ваша мама не была против, что вы спите с ней, с папой, скорее всего, там были и в интимной сфере проблемы некоторые. Да, ну, может быть, избегание темы интимной близости, или что-то такое. И вы, вероятно, то же самое делаете. Вы избегаете интимные, можете избегать, вот, ощущения себя женщиной. То есть, я бы немножечко, вот, на этот момент, тоже обратил бы внимание, ну, вот. В то же время, то, что вы себе фантазируете, так же может быть и вашими желаниями. А, например, быть наказанным за что-то. А, поскольку папа на вас злился, вполне вероятно, что в глубине души вы считаете себя достойным наказанием. Может быть, вы вините себя за то, что развелись родители. Вот. Поэтому тут тоже, тоже очень важно на это обратить внимание. И самый лучший способ со всем разобраться, это вам пойти на психотерапию. Да, вы можете выбрать специалиста вот прямо здесь, на ресурсе нашем, и начать индивидуальную работу. Вот. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. То есть, ну, сформулировать первое направление для психотерапии. А дальше уже, ну, дальше уже можно будет смотреть что и как. Вот. Всего вам самого доброго. Спасибо.